А мы смотрим самые яркие эпизоды всего поединка. Я напомню, что первая заброшенная шайба случилась на седьмой минуте. Счет матча открыл Никита Мокин с передачей Кирилла Кремзера. И гениальная передача от Кирилла Кремзера. И Александра Осипова в равенстве. И это был единственный результативный бросок на весь первый период. Но в целом бросок не единственный. Много атаковали команды. Но во втором периоде, наконец, своего успеха, пусть и промежуточного, добился Чилмет. Артем Шварев на пятаке получил шайбу. Нанес бросок и сделал счет 1-1 с передачи Константина Лукина в равенстве на 21-32. Такая отметка была на табло. Далее Герман Нестеров вывел свою команду вперед вновь с передачи Никиты Мокина и Дениса Дюдягина. В большинстве отыгран был Вячеслав Бутеец. Ничего сделать уже не мог. И с тех пор больше Рубин Тюменский в счете не уступал. Более того, преимущество наращивал Денис Давыдов с передачи Дениса Горбунова и Ильи Колганова. В меньшинстве смело отличиться на 32-й минуте. Ну а далее третий период Илья Зиновьев. Который в какой-то момент подарил, подарил надежду челябинским болельщикам на то, что может быть еще не все потеряно, еще не все кончено. Сделал счет 2-3 на 41-й минуте с передачи Вадима Шавека и Александра Подкорытова в большинстве. И далее сколько не атаковал Челмет, сколько не было у него возможностей. Но в прямом смысле слова на голове стоял Алексей Щетилин. И сколько он сделал для этой победы. Ну наверное не меньше, чем Александр Осипов, который поставил жирную финальную точку в этом матче за 31 секунду до сирены, отправив шайбу в пустые вороты с передачи Германа Нестерова. На этом и завершился у нас матч. На этом завершилась серия. На этом завершился сезон для хоккеистов Челмета, для всего Челмета. Продолжение следует...